Всем привет! Это программа Спортайм на телеканале 24КЗ и с вами я, Зарина Кусанова. Позади меня находится стадион Астана-Арена и сейчас здесь проходит капитальный ремонт. Но менее чем через два месяца, 8 сентября, здесь пройдет церемония открытия пятых всемирных игр кочевников. Казахстан будет представлен во всех видах спорта, а перед нашими спортсменами стоит задача максимум – взять первое место в общем медальном зачете. Об этом и пойдет сегодняшний наш разговор о подготовке наших спортсменов. Мы сегодня решили приехать в Центр национальных иконных видов спорта. Именно этот центр курирует подготовку спортсменов перед разными соревнованиями. Более подробно о процессе учебно-тренировочных сборов нам расскажет заместитель директора центра Карлогаш Рамазанова. Вот если говорить про Центр национальных иконных видов спорта, как давно он был создан и какая главная цель была, когда только создавалась? Ну, центр работает с начала 2000-х годов, но он раньше назывался по-другому, была детской спортивной школой. В 2016 году была переименована на Центр национальных иконных видов спорта. Уже с начала 2010-х годов у нас развитие очень хорошо пошло национальных видов спорта, поэтому надо было, чтобы в комплексе собрать лучших из лучших в национальном спорте и представлять на международной арене. В связи с этим образовался этот центр в 2017 году. В 2017 году выставка же была, международная выставка Экспо. Вот там прошли опробования, как центр, как работает. Все это мы прошли. Вот с тех пор у нас все сборные команды находятся в этом центре. И юношеская, и молодежная, и взрослый состав. То есть именно вы курируете, да, условно, подготовку всех наших спортсменов национальных видов спорта? Да, подготовка и участие сборных команд в республиканских и международных соревнованиях. Ну, в основном международные. Уже меньше двух месяцев остается до Всемирных игр кочевников. На данный момент где наши спортсмены? Может быть, они участвуют в каком-то учебно-тренировочном сборе? В программе игр 21 вид спорта. И мы представляем во всех видах спорта команды. Из них 10 видов спорта – это наши национальные виды спорта. Сейчас в Алматинской области, в Эмбекше-Казахском районе, в центре спортивной подготовки Силажан-Ашар, у нас находятся четыре команды – это Кукпар, Аудар-Спак, Жамба-Ату и Дастерлё-Садагату. Они уже в данной локации проводят третий сбор. А по Асагату, Бесасы и Ордо у нас сейчас команда находится в городе Щучинске. То Патолск-Малак сейчас, наши члены команды Патолск-Малак находятся на Кубке мира в Чехии, в городе Пардубице. После они продолжат учебно-тренировочные сборы здесь, в Астане. Ну, с середины августа мы планируем все команды собрать в Астане, чтобы уже проходили адаптацию, уже и к погоде привыкли, и к обстановке привыкли. По Казак-Кресе, по видам борьбы, сейчас сборная команда находится в городе Исыкуль, в Кыргызстане. Они тоже в середине августа уже перейдут в город Астана. Более 200 человек у нас состав делегации, и они все будут находиться уже на месте проведения соревнований. Как вообще выглядит сейчас у наших спортсменов учебно-тренировочный сбор? Занимаются ли они со специалистами, может, с медицинским персоналом? Сейчас идет усердная работа. Раньше, если мы одного врача отправляли с командой, сейчас у нас при министерстве есть подъемственная организация, центр спортивной медицины и реабилитации. Вот с этим центром мы плотно работаем. В данное время по всем видам спорта есть врачи, по всех видах спорта массажисты по отдельности. И вот сейчас работает комплексная научная группа, они находятся при ассоциации национальных видов спорта. Спортсменов мы полностью обследуем, и где что надо, какие-то может реабилитация, мы все эти вопросы сейчас решаем. И параллельно витаминизация идет спортсменов. И вот в комплексной научной группе среди них есть и психологи. Потом были включены ветеринарные врачи, потому что у нас же еще конные виды спорта есть. Это все наши отечественные специалисты или есть, мы там приглашаем с других стран? Есть же спецификация каждого вида спорта. Поэтому я не думаю, что там специалист по видам скачек, он сможет там обследовать лошадь по кукпар, потому что характеры очень разные. Кукпар, если, например, много маневристые, то в Тинге-Элю лошадь должен скакать по прямой дорожке. Он не должен от дорожки отходить. В Жамбо-Ату темп лошади учитывается. Поэтому у нас свои отечественные специалисты, я думаю, что они больше разбираются, чем другие. Конные виды спорта, такое большое количество лошадей необходимо. Откуда мы возьмем? Столько лошадей? Разные соревнования, разные чемпионаты проводили. И вот по результатам чемпионата мы отобрали лошадей. Но эти лошади являются в основном частными. Есть клубные лошади, которые в областях у нас клубы же находятся еще. Есть клубные лошади, есть школьные, спортивные школы лошади. И мы, которые отобранные лошади, мы с ними заключаем договор до игр подготовка и во время игр, в процессе соревнований, чтобы в процессе соревнований они участвовали. До конца игр у нас есть с частниками, со школами, с клубами договор. Казахстан на предыдущих играх кочевников постоянно занимал лидирующие позиции в общем медальном зачете. Сейчас же перед отечественными спортсменами стоит задача максимум. На домашних играх кочевников возглавить итоговый зачет. Изменилось ли внимание к национальным видам спорта у нас, особенно в преддверии игр кочевников? Прогресс есть у нас и в финансировании, и в спортивных результатах есть прогресс. Но в этом году особенно финансируют, потому что у нас ответственность большая. У нас есть цель. Мы сейчас планируем занять первое общекомандное место. Для этого, вы сами знаете, для этого огромная работа ведется. Но это все требует финансовых средств, поэтому у нас пока никаких проблем нет. В этом году выходит новый проект нового закона. Национальные виды спорта будут наравне с олимпийскими видами спорта. Мы уже будем не как раньше, а параллельно работать. Планируем на домашних играх кочевников занять первое место. А есть какие-то условно точечные цели? Сколько мы золотых медалей должны принести? Будет разыгрываться 97 комплектов медалей. Это 97 золотых. А за ними есть серебряные и бронзовые. Это больше 200 медалей. Но мы планируем занять где-то более 100 медалей. А если вот так на предыдущие игры кочевников посмотреть, до этого мы не занимали? В первых играх. Первые игры прошли в 2014 году в Кыргызстане. Мы там заняли второе общекомандное место. Соответственно, Кыргызстан первое место. А во вторых играх мы заняли третье место. Это в 2016 году тоже в Кыргызстане. В 2018 году в Кыргызстане мы заняли второе общекомандное место. А в четвертых играх в Турции в 2022 году там медальный зачет не вели. Там просто соревнования проходили и зачета не было. Но по нашим подсчетам мы опять второе место заняли. Ну, если самим так посчитать, официально медальный зачет не вёлся. Ну, если так посмотреть, то у нас вполне реальные цели. Да, потому что мы дома проводим. Как говорят, стены помогают. И надеемся на суперрезультат. Времени перед стартом игр Кочевников остаётся всё меньше. И вся страна с нетерпением ждёт их запуска. Поддержать наших спортсменов можно будет с 8 по 13 сентября здесь, в Астане. Мы продолжим рассказывать о всех деталях этого масштабного события в нашей программе «Спорт тайм». Ну, с вами была Зарина Кусанова. Смотрите наши выпуски также на сайте 24KZ. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!